Славянская госавтоинспекция проводит второй этап профилактической акции «Внимание, дети!». Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Краснодарском крае остается напряженной. По данным управления ГИБДД, за 4 месяца текущего года в крае зарегистрировано 230 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибли 12 несовершеннолетних и 241 получили ранения. На территории Славянского района за 4 месяца 2019 года было зарегистрировано 10 происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в результате которых 10 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести, учитывая, что более трети всех дорожно-транспортных происшествий с участием детей приходится на летний период в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Во время летних каникул в период с 20 мая по 3 июня на территории Славянского района госавтоинспекция совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Славянскому району проводит второй этап профилактической акции «Внимание, дети!». В этот период будет максимально активизирована работа по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, перевозящих организованные группы детей. Маршруты патрулирования будут приближены к объектам транспортной инфраструктуры и местам массового пребывания детей. Личный состав ДПС будет нацелен на применение максимальных мер административного воздействия в пределах санкций, предусмотренных действующим законодательством, к водителям транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также за грубые нарушения правил дорожного движения, таких как выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда. Также не останутся без внимания несовершеннолетние водители вело- и мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает, что управлять велосипедом по дорогам общего пользования разрешено с 14 лет, мопедом с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории М. Водитель мопеда должен управлять техникой в мотошлеме с включенным ближним светом фар, двигаться как можно правее к краю проезжей части.